На телеканале ЛАВА время новостей. В студии Людмила Никонова. Здравствуйте. В этом выпуске. Подведены итоги конкурса на звание «Лучший орган ТОС». Депутаты районного совета утвердили список победителей. Лабинцы приняли эстафету памяти. Патриотическая акция в честь 75-летия освобождения Кубани состоялась на Площади Победы. И главы поселений продолжают отчитываться перед депутатами. Очередная открытая сессия состоялась во Владимирской. О развитии Владимирского сельского поселения перед депутатами отчиталась глава поселения Ирина Тараськова. В заседании приняли участие замглавы района, представители духовенства, руководители организаций и учреждений, председатели органов ТОС. Подробности в материале Натальи Литвиненко. Основной вопрос открытой сессии Совета Владимирского сельского поселения – итоги социально-экономического развития за 2017 год и перспективы. Заслушать отчет Ирины Тараськовой приехали представители районной власти. В России участие в заседании принял актив поселения, руководители предприятий и учреждений Станицы, а также жители Владимирской. Особый акцент в докладе глава сделала на финансово-экономическом направлении. Ведь от того, как складывается бюджет, зависит в целом жизнь и процветание станичников. Бюджет Владимирского сельского поселения за 2017 год в общем объеме составил без малого 31 миллион рублей. Собственных доходов мобилизовано более 18 миллионов, остальная часть суммы – безвозмездные поступления из других уровней бюджета. Сегодня есть над чем работать специалистам администрации. Им необходимо вовлечь в процесс все имеющиеся резервы, чтобы увеличить налогооблагаемую базу, говорит Ирина Тараскова. Доходная часть бюджета Владимирского сельского поселения на 2018 год сформирована в общей сумме 24 миллиона 413 тысяч рублей, что составляет 92% к плановым назначениям 2017 года. Собственные доходы – 11 миллионов 200 тысяч рублей – это 82% к плановым назначениям 2017 года. Снижение произошло, что в 2017 году были запланированы доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. С целью организации эффективной работы по сбору налогов и исполнению годовых бюджетных назначений администрации поселения проводятся заседания межсведомственной комиссии по неплатежам, где отрабатывается задолженность, образовавшаяся налогоплательщиками. За прошедший год было проведено 23 заседания комиссии, где было заслужено 498 человек. В результате данной работы поступила недоимка в консолидированный бюджет в сумме 1 миллион 920 тысяч рублей. Администрация продолжает проводить работу по взысканию задолженности по имущественным налогам за прошедший период. Чтобы бюджет поселения стал еще больше, а значит появится возможность значительную часть финансовых средств направить на благоустройство населенных пунктов, входящих в состав поселения. А это сама Владимирская и хутор Привольный. Во Владимирской много хозяйствующих субъектов, но все же основным направлением деятельности населения является развитие личных подсобных хозяйств, отметила Ирина Тараскова. Сегодня на этой территории зарегистрировано почти 2600 подсобных хозяйств. Станищики занимаются и растеневодством, и животноводством. В подворьях в 2017 году было произведено более 1000 тонн мяса и почти 5000 тонн молока. Администрация Владимирского поселения постоянно проводит работу с владельцами ЛПХ и крестьянско-фермерских хозяйств о необходимости занятия садоводством, виноградарством, а также теплицами. Хорошее динамичное развитие в личных подсобных хозяйствах поселения получило овощеводство. Так, в 2017 году построено 8 теплиц с общей площадью 2700 квадратных метров. Темп роста в сравнении с 2016 годом составил 81%. Общая площадь теплиц в поселении составляет 24630 квадратных метров. В настоящее время построено еще 4 теплицы с площадью 2000 квадратных метров. За стекший год малыми кормами хозяйствования освоено субсидии скрового бюджета в размере 1 миллион 800 тысяч рублей. В 2017 году глава фермерского хозяйства Патрихалка получил грант от Минсельхоза более 3 миллионов рублей на создание семейной животноводческой фермы. По-прежнему одним из важных пунктов в работе местной администрации остается трудоустройство жителей, говорит глава. С целью занятости населения проводятся беседы с гражданами о необходимости участия в таких государственных программах, как начинающий фермер, садоводство и виноградарство, развитие овощеводства в закрытом грунте и других. Много внимания в поселении уделяют вопросам благоустройства. На эту статью расходов в 2017 году было израсходовано более 900 тысяч рублей. Деньги были потрачены на сбор и вывоз мусора, обхоз улиц, содержание мест захоронения, оплату уличного освещения. Остается наполевшая проблема – дороги. Расходы дорожного фонда составили 5 миллионов 176 тысяч рублей. Были отремонтированы дороги с гравиным покрытием по улицам Советская, Телеграфная, Международная, Коминтерна, Марата, Кирова, Пугачева. В число отремонтированных дорог также вошли Калинина, Гай и переулок Степной. Также в 2017 году выполнен так называемый ямочный ремонт асфальтобетонных дорог. Эти работы продолжатся и в текущем периоде, на что предусмотрено более 3 миллионов рублей. На 2018 год уже утверждено 9 целевых программ, которые направлены на благоустройство общественной территории поселения, пожарную безопасность и защищенность населения и территории, развитие предпринимательства и органов ТОС, а также на молодежную политику. В 2017 году в поселении решилась давняя проблема водоснабжения. Благодаря специальной краевой программе удалось отремонтировать систему водопровода сразу на четырех улицах общей протяженностью 1530 метров. Также приобретена водонапорная башня Рожновского, сейчас готовятся документы для ее установки. Владимирское поселение каждый год подвергается подтоплению. Этот вопрос постоянно на контроле местной власти. Для организации планирования работы по выполнению полномочий в области ГО и ЧАЭС во Владимирском сельском поселении разработаны паспорт безопасности. План действий по предупреждению ликвидации ЧАЭС. В поселении установлено два автоматических датчика уровня воды в районе регулируемых сооружений Лобинского канала и на хуторе Привольной. Контроль за уровнем воды осуществляется в автоматическом режиме. На их обслуживание и обслуживание селено-речевых установок в прошедшем году было израсходовано 350 тысяч рублей. На текущий год также предусмотрены средства на их обслуживание. За период прошедшего года были проведены мероприятия по расчистке рек Укс и Неволька от Заторов, по расчистке водоотводных каналов, укреплении берегов. Всего на решение вопросов по ГО и ЧАЭС за прошедший год израсходовано денежные средства на сумму 400 тысяч рублей. На 2018 год предусмотрено также 400 тысяч рублей. Для оповещения населения установлены 4 сирены речевого управления, 3 сирены централизованной системы оповещения. Имеются мегафоны в количестве 5 штук. Говорили на открытой сессии и о развитии социальной сферы. В том числе поднимался вопрос физической культуры и спорта. Проблем еще много, но они вполне решаемы, отметили участники сессии. В целом работу главы администрации депутаты совета признали удовлетворительной. От того, как слаженно работает администрация депутатский корпус, во многом зависит успешное выполнение положения 131 закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. В прошлом году было проведено 14 сессий Совета Владимирского сельского поселения. На них было принято 44 решения. Значительное место в работе занимало внесение изменений в ранее принятые решения, что было обусловлено изменениями федерального и регионального законодательства. В организации деятельности совета традиционно особое внимание уделяется вопросам сохранения благоприятной социальной среды, экономической стабильности в поселении, поддержанию сбалансированного бюджета и разумной политики сдерживания расходов. Без здоровой и эффективной экономики, без развития производства, внедрения новых технологий невозможно говорить о благополучии общества. Деятельность Владимирской администрации на контроле районной власти. Заслушав доклад и мнение депутатов поселения, заместитель главы района Василий Клюев поставил свою оценку. Я думаю, что хорошо поработала администрация, ваши аппараты, вы проанализировали, сделали выводы. И вот я вам сегодня объявляю, что по итогам деятельности за 2017 год, прошедший год, наше с вами Владимирское сельское поселение первое в рейтинге всех муниципальных образований района. Это очень здорово, это хорошо. Но еще, кто немножко соприкасался со спортом в своей жизни, всегда знает, да, есть такой постулат. Стать первым тяжело, но удержать это место еще тяжелее. И если вот такая боеспособная команда у вас, Ирина Владимировна, активные депутаты Владимирского поселения, Александр Петрович, он всегда плечо подставит, все вместе будут работать на один результат, тогда и будет успех. Поэтому я еще раз вас, уважаемые участники открытой сессии, поздравляю с тем, что ваш труд за прошлый год был оценен как лучший в районе, так держать, не расслабляться, не сдаваться и стараться доказать, что ваш успех в прошлом году – это не случайность, что это будет закономерность, что это будет система. В завершении сессии Василий Клюев самым активным жителям поселения вручил почетные грамоты за большой личный вклад в развитие Лобинского района. Наталья Твининко, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба». По Кубани шагает патриотическая акция «Эстафета памяти». Она прошла 26 февраля в Лобинском районе и собрала на Площади Победы многие жители города и района. Акция приурочена к 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Слово Татьяне Щукиной. Из города в город, из района в район идет патриотическая акция «Эстафета памяти», посвященная 75-летию освобождения Кубани от немецких оккупантов. В Лобинске акцию встретили на Площади Победы. Здесь собрались школьники, студенты, члены общественных организаций и трудовых коллективов, жители города и района. Присутствующим обратились представители власти. Они поздравили всех земляков со знаменательной датой – юбилеем освобождения родного края от вражеских захватчиков и высказали слова благодарности и уважения героям-освободителям. 2018 год – это год юбилея освобождения нашей славной Кубани от фашистских оккупантов. И вот эта эстафета памяти идет по всему нашему Краснодарскому краю. И сегодня Лобинский район принимает эту славную эстафету. И Лобинский район принимает ее на святом для всех нас, для Лобинца вместе, на площади Победы, где золотом на граните увековечены имена 11 тысяч наших земляков, погибших во время войны. Вечная им память, вечная им слава. Мы знаем, что нес фашизм нашему народу. Смерть, рабство. Поэтому наша Великая Победа – 9 мая 1945 года – это наш всеобщий великий праздник. Праздник, который объединяет все поколения наших соотечественников. Этот праздник – это наша великая гордость, великая слава и великая правда. Правда, которую никто не сможет ни переписать, ни исказить, ни предать забвению. Потому что эта правда живет в наших сердцах, в наших душах, в наших генах. Она передается из поколения в поколение. И я уверен, что не только мы, наши дети, наши внуки примут эту эстафету, эстафету памяти. А долг гражданский, он будет в наших сердцах. Вечная память героям за то, что мы живем под мирным небом, великой, могучей, непобедимой стране России. Память советских солдат и офицеров, не вернувшихся с поля боя, а также ушедших в послевоенное время, участники митинга почтили минутой молчания. Далее состоялась церемония передачи почетным караулом Курганинского района лампады с зажженной свечой посту номер один Лобинского района. 28 февраля свеча памяти покинет наш район и отправится в Мостовский. Патриотическая акция пройдет во всех муниципальных образованиях края и завершится 21 июня в столице Кубани. Татьяна Щукина, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». В понедельник состоялась у меня очередная 36-я сессия Совета муниципального образования «Лобинский район». Депутаты рассмотрели ряд вопросов и утвердили результаты конкурса названия «Лучший орган ТОС». О том, что ТОСы – первые помощники власти, говорилось не раз. Квартальные домкомы – связующее звено между населением и администрациями. Благодаря органам территориального общественного самоуправления решаются важные вопросы, а их активность и успехи оцениваются. Ежегодный конкурс названия «Лучший орган территориального общественного самоуправления» определил победителей 2017 года. В декабре истекшего года конкурсные комиссии поселений рассмотрели материалы, представленные органами ТОС, оценили результаты их деятельности, определили победителей. Итоги конкурса в поселениях были утверждены решением представительного органа поселений. Конкурсная комиссия рассмотрела документы, представленной для участия во втором этапе районного конкурса и признала победителями. Совет территориального общественного самоуправления микрорайона номер 6 Лобинского городского поселения. У него первое место. ТОС Станицы Чемлыкской занял второе место, и ТОС поселка Луч – третье место. Депутаты утвердили итоги конкурса и дали их решение и характеристика, отражающая деятельность органов ТОС победителей, будет направлена в краевую конкурсную комиссию для участия в краевом конкурсе. Лобинские территориальные общественные органы территориального общественного самоуправления наработали солидный опыт в решении самых разнообразных вопросов и стали важнейшей частью системы местного самоуправления. В нашем районе солидная армия общественников. Всего на территории нашего района действует 370 органов ТОС, из них 12 имеют статус юридического лица. Из них 256 органов ТОС – это в городском поселении. Сложно найти сферу, в которой наши общественники не были надеждой и опорой муниципальной власти. Далее на сессии был рассмотрен вопрос утверждения перечня муниципального имущества, предлагаемого к передаче в госсобственность края. На безвозмездной основе речь идет о Лобинской ЦРБ. Депутаты также утвердили отчет о результатах деятельности контрольно-счетной палаты за 2017 год. Контрольно-счетная палата подготовила свой отчет о деятельности за 2017 год в соответствии с действующим законодательством. В прошлом году нами было проведено 112 мероприятий, в том числе 46 экспертно-аналитических и 66 контрольных. Из них 20 встречных проверок. И в том числе 4 контрольных мероприятия по заданию Лобинской межрайонной прокуратуры. В муниципальном образовании Лобинский район 37 мероприятий, в поселениях 75. В состав комплекса экспертно-аналитических мероприятий вошло 26 мероприятий, предусмотренных бюджетным законодательством. Это экспертизы проектов решений об исполнении местного бюджета и экспертизы проектов решений о бюджете на 2018 год. Объем проверенных средств составил 3,970,062,000 рублей. Цифры, которые вы привели, они в целом действительно могут испугать, потому как вы приводите общие цифры, в отношении которых проведены проверки. Но в конечном счете у нас за 2017 год очень мало было выявлено контрольно-счетной палатой серьезных правонарушений. Это не говорит о том, что их нет. Это говорит о том, что мы с вами не дорабатываем. Следующие четыре вопроса сессии касались внесения изменений в ранее принято решение о правилах землепользования и застройки в Ахметовском, Владимирском, Каладжинском и Упорницком сельских поселениях. С прогнозом погоды познакомит Ирина Бирюкова после рекламы. Но этот выпуск новостей подошел к концу. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова